С кризисом каждый справляется по-своему. Сегодняшний гость программы «Правда-24» отправляется завтра в гастрольный тур. Именно Галаров у нас в гостях. Приветствую вас. Приветствую. Спасибо. Именно, значит, я сделаю вид, что я ничего не знаю, в честь чего тур, где, да, поэтому давайте прям начинайте с того, что он завтра стартует, и к чему он приурочен, и про маршруты поподробнее. Да, значит, спасибо, что пригласили меня. Спасибо, что пришли. С большим удовольствием. Не в первый раз у вас в гостях. Мы каждый раз рады, да. Спасибо. Направляемся в тур по городам России. Это наш первый этап в этом году. У нас маршрут Краснодар, Ростов, Ессентуки, Нальчик и Владикавказ. Первые пять дней. Туда, где потеплее сперва. Потеплее на юг пока. Мы ждем этих концертов, потому что в Ростове и Краснодаре мы были в прошлом году, и могу сказать, что у нас не было аншлагов. Не было? В прошлом году нет. В этом году, с учетом роста русскоязычного творчества, мне кажется, что мы их, ну, может быть, не во всех, но в большинстве городов... Ростскоязычное творчество началось где-то, по-моему, в конце 13-го года, да? Да, буквально полтора-два года назад. Я помню, да, поворот. Да, поворот, да. Руссифицирование моего творчества. Прошлое прощение, у нас мы собственный поворот сделаем. Вы помните наши традиции. Мы приютских кошек пристраиваем поклонникам творчества Эмина. Такая у нас традиция. Это кто у нас? Это кошка печенька. Печенька? Печенька. Вот печенька у нас такая будет здесь присутствовать некоторое время. Так, значит, вы думаете, что не было аншлагов именно потому, что зритель ждет русскоязычного репертуара? Мне кажется, вообще как-то вот широкой массе в России мое творчество не было знакомо, потому что первые там лет 8 это была исключительно англоязычная музыка была. И, естественно, она не так активно поддерживается в эфирном пространстве, ни телевидении, ни радио, как русскоязычная. А вы знаете, что злые языки скажут, завистники, мне скажут, Агаларов хотел делать мировую карьеру, хотел там потеснить. Энрике Глессиасову. Да. И что-то у него там не задалось. Так я скажу наоборот, сразу после вот этих пяти городов России мы едем в Америку. У нас с 9 числа мы стартуем в Майами, Северная Каролина, Канада, Нью-Йорк. То есть опять же с юбов начинается. Да, совершенно верно. С там их. И последняя декада мая, это у нас большой концерт в Берлине 24 числа. Дальше у нас Милан, Манчестер, Дублин, Ирландия. И оттуда мы едем в Австралию. Поскольку мой соавтор моего сингла, который сейчас активно ротируется в Европе и пока еще не в Америке, песня Woman, она написана совместно с австралийским музыкантом Чарли Уильямс. Он как раз был здесь в Москве на моих юбилейных концертах в декабре. И поскольку он со мной в туре в Европе, он говорит, чувак, я с тобой по всей Европе, а ты что, неужели ты не приедешь в Австралию? Я говорю, обязательно приеду. И мы с музыкантами едем туда вот в июне. А вот маршрут составляется. Вы исходите из того, где вас ждут или где есть договоренности или есть какие-то предпочтения географические, условно говоря? Есть два компонента, две составляющие. Поскольку партнер Warner, они смотрят, какие территории реагируют на даунлоуд альбома, то есть на его загрузку. Альбом вышел буквально месяц назад. Называется он Мур Амор, это всемирный релиз. И те территории, где они видят, что аудитория реагирует, они говорят о том, что надо ехать сначала. Реагируют вот просто по скачиванию. Ну да, просто загружают. Либо сингл, либо альбом. Что нужно ехать и заниматься промо. То есть это ТВ, радио, интервью, газеты, журналы. То есть все, что предлагается. И после того, как эта почва подготовлена, например, в Ирландии, как у меня произошло, дальше уже они вместе с Live Nation организовывают тебе там небольшой концерт на 300, на 400, на 500 человек. В зависимости от их ощущения, какая у тебя там аудитория. Мне кажется, это немножко странная логика, потому что ведь если ориентироваться на даунволдинг, это же имеется в виду, что держится в голове публика, знакомая как минимум с интернетами. То есть, допустим, там аудитория какая-то, поклонница Стаса Михайлова, сразу игнорируется. Хотя это такая ниша благодатная, мне кажется. Как бы моя аудитория там, мне кажется, немножко моложе. И, наверное, это уже такая интернет-ориентированная аудитория. И легко ее мониторить, смотреть, посещают ли они сайт, посещают ли они там, являются ли они моими фолларами в социальных сетях и реально загружают ли они альбом. Потому что для Warner, естественно, деньги рулят, то есть им важны эти даунлоуды. Если они происходят, то как бы они поддерживают артиста и тратят свое время, силы и деньги для того, чтобы что-то тебе где-то организовывать. Если нет, то ты коммерчески им неинтересен, тогда, чувак, езжай обратно. А я помню передачу на нашем канале, называется «Максимальные приближения» про вас. Да. И там вот четко было проговорено и прописано всем сюжетом, что имин до шести часов – это бизнесмен, занимается приятным и полезным делом, а после шести начинается музыкальная рутина. – Значит, я так понимаю, что на бизнес, вот на весь этот период мы забиваем? Или кто будет заменять имена Агаларова в его бизнес-позиции? – У нас есть команда, которая со мной работает, есть замечательный iPhone, iPad, которые помогают. Но я выбрал не просто так май, поскольку это такой месяц, первые две недели выпадают, поскольку это праздники. – Ну да, у нас-то да. – То есть я совмещаю с глубоким пониманием, когда. – А, вот так? То есть все продумано. – Поэтому совмещаю, конечно, совмещаю. И то, и то для меня важно, я делаю это с большим чувством ответственности, с интересом. Потому что проекты, которыми я занимаюсь в сфере бизнеса, мне кажется, они не менее приятные и как бы завораживающие, что ли. – Я не сомневаюсь. Нет, то, что в этом есть свой азарт, это точно. – Сто процентов. – Я даже, мне кажется, и по драйву где-то даже и больше, чем… Ну, конечно, про гастроли – это отдельная история. Потому что одно дело – работать в студии, записывать, а другое дело – гастролировать. Вы какого рода гастролер? Вот вы с достопримечательностями знакомитесь? – Ну, стараюсь по мере возможности. Обычно просто нет времени. – То есть у вас очень плотный график? – Плотный, да. Потому что в день концерта он как бы забит интервью, он забит какими-то съемками. Ради пытаешься успеть, поскольку в каждом городе это один день. То есть если это Берлин, то, может быть, это полтора дня. Но все равно как бы программа насыщена. То есть не просто концерт вечером, а днем там… – Это ваш выбор или это вынужденная мера? В том смысле, что для того, чтобы посмотреть там, я не знаю, тот же Берлин, вы предпочтете отдельно туда съездить? – Да, сто процентов. – Почему? То есть если вы уже нацелены на какую-то работу, вы погружаетесь полностью? – Вы знаете, получается так, что если я еду в Берлин, и команда знает о том, что я там буду находиться полтора дня, то они забивают все это свободное время. Они просто спрашивают, во сколько я готов начать день. Если в десять утра я готов начать, то до шести вечера, до саундчека или до пяти он просто расписывает. Потому что они берут все то, что они могут втиснуть в эту дату. Вот каждое интервью, каждое радио. Естественно, это занимает все время. Чтобы это было эффективно. Чтобы вечерний концерт и все это промо дало максимальный результат. Раз я уже там. Хотя можно этого не делать. – Да, такой вот марафон, он подразумевает десятки интервью. Обычно вопросы одни и те же. – Да, одни и те же. – Да. Никто никогда не удивляет каким-то неожиданным вопросом? – Пусть может быть не политкорректным, но вот неожиданным. – Очень редко. – Очень редко, да. И в основном вопросы, конечно, достаточно банальные, потому что люди, особенно в новых городах и странах, где я бываю впервые. Например, я приехал в Ирландию в Дубль. Я там никогда не был, и вряд ли я когда-нибудь туда поехал. – Ох, так, почему же тогда пиво? – Не знаю, как-то есть более интересные места, мне кажется. – Да. – Хотя я был приятно удивлен. – Вот вы обидели ты сейчас. – Нет, мне очень понравилось. Я не пожалел. И теперь я туда возвращаюсь. И уже с концертами. – В Нью-Йорке, кстати, больше ирландцев, чем не то, что в Дублине, а во всей Ирландии. – Во всей Ирландии, да. – Так. – И потерял мысль. – Какие вопросы задают? – Да, вопросы. – И люди, которые приходят узнать о человеке, с которым они, в принципе, не знакомы, и о нем мало чего узнают, банально. На каких языках вы говорите? Где вы живете? Сколько у вас детей? Как вы начали заниматься музыкой? И это вот, как бы, рутина. Ну, естественно, стараешься с интересом отвечать. Потому что, если ты будешь это делать с ощущением, что тебе скучно, то получишь соответствующий результат. – У вас-то как раз вот в этой обойме вопросов озвученных, у вас есть несколько, мне кажется, неожиданных позиций. Ну, в том смысле, что вот мы же с вами говорили во время одной из предыдущих встреч, что вы на родном языке не говорите. – Да, да, естественно. – Вы говорите там на английском. Я так понимаю, фактически, как носитель, да, вот эти несколько лет пребывания в Америке, они… – Шесть. – Шесть лет, да. – Ну, вы же практикуете постоянно, я понимаю, и в бизнес-переговорах, и в шоу-бизнесовских английских. А вот я правильно понимаю, что в Америке вы во время учебы подрабатывали работой в Кеймарте? – В Кеймарте, да, в электронном отделе. Это была первая моя работа. – Потому что Кеймарте, ну, для тех, кто не знает зрителей, это такой вот самый бюджетный, такой вот огромный, это типа… – Это маленький магазин «Твой дом». – Да, да, вот вам, да, это ближе. А там вот нет такого, потому что это такие годы, когда человек вот, ну, когда он учится, он много его отпечатывает, то, что называется, формируется. Нет у вас ностальгии по жизни в Америке? Потому что Америка очень хорошо устроена для жизни, так скажем так. – Да, она так лагерь для взрослых, я бы называю. – Да, точно, точно. Отличное определение, да. – Летний лагерь, да. – Действительно, очень комфортная там жизнь. Но поскольку я вот уже почти 15 лет назад вернулся в Москву, мне был 21, сейчас мне 35. Я ни о чем не жалею, масштаб того, что я как бы за эти годы смог сделать здесь, он сильно отличается, наверное, от того, чтобы я сделал самостоятельно в Америке. Потому что все-таки здесь была какая-то база, отец занимается бизнес, семейный бизнес, он дал мне определенные возможности, определенную свободу, и нет никакой ностальгии. Но, говоря о формировании, вот те этапы, которые я прошел в возрасте, на 15 лет, в киноте в электронном отделе, потом где-то я там подрабатывал в ресторанах. – А ресторан в каком качестве? – Ну, начинал я с гардеробщика, потом помощникам официанта. Да, официанты я там не даровался. – Так, сказал владелец нескольких модных ресторанов. – Да, 20 уже. – 20, да. – Но к чему я это говорю? Потом я продавал обувь, был продавцом обуви, потом я арендовал… – А где обувь продавали? – Сначала в Нью-Джерси, потом в Манхэттене я арендовал кусочку израильтян на 57-й улице и Лексингтон пересечения. У них был одежный магазин, я у них сделал такой корнер обувь. Сам продавал и сам как бы зарабатывал. Ту же обувь, которую я же и закупаю. – А, вы и байерами были, да? – Да, совершенно верно. То есть такой маленький бизнес внутри бизнеса. Вот все эти этапы, они, конечно, помогли разобраться в деталях и я не могу сказать, что я эксперт во всех этих областях, но совершенно точно могу сказать, что я понимаю процессы, вникаю в них и могу, наверное, правильно принимать решение, потому нужно мне это, будет приносить этот доход. Как это работает, какие бывают проблемы внутри этого бизнеса – ресторанного, обувного, одежного, часового или электронного, если позволите. Поэтому это важно. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы мои дети тоже имели возможность, может быть, даже в Америке, попасть вот в эту среду, где нету никаких социальных слоев, где как бы все одинаковые и никто не знает, состоятельные у тебя родители или нет. Все американцы растут вместе в обычных школах, вместе играют в футбол, катаются на велосипедах и вместе устраиваются на работу, потому что вот есть такая культура. И я сторонник такого воспитания. Да, но при этом, я так понимаю, что и Али, и Микаил, они ведь в Баку сейчас учатся, они Агаларова, я думаю, что они не в таких же условиях, просто потому что семью-то знают. Ну, они пока маленькие совсем, то есть по 6 кг лет. Ну, они, я думаю, все-таки уже это понимают. Я согласен с вами, понимают. А почему-то, мы говорили в прошлый раз, что не Америка, потому что Америка далеко. Посмотрите, все элиты постсоветские, я имею в виду и российскую, и Кавказ, и Среднюю Азию, отправляют детей в Лондон или в Швейцарию тоже, ну куда, вас там в 13 лет отправили. Почему все-таки Баку? Ну, во-первых, жена моя базируется в Баку. Я думал, что она базируется в Лондоне все-таки. Ну, теперь уже в Баку. Так. Почему? Или, если не хотите, можете мне отвечать. Не-не-не, могу ответить. Ну, я думаю, что в основном это связано с ее, как бы, деятельностью. Она занимается, там, environment в Азербайджане. Плюс быть ближе к своим родителям, которые, как бы, тоже базируются там и никуда оттуда там переехать в ближайшее время не могут. Я думаю, что и не хотят. Поэтому, как бы, база там. И мне тоже легче летать в Баку, потому что это два с часа, все-таки там Лондон чуть побольше. А вы на джете летаете на своем? Я летаю, когда как. Иногда на джете, иногда на рейсовом самолете. А вот мальчики, они в какой школе? То есть язык там, какое основное преподавание? Азербайджанский. Они уже владеют языком, да, в школе. То есть они смогут от папы скрывать. Припады разговаривать свободно по нему, понимая, что они зашпрованы. Мы в прошлый раз говорили, что у Али Майкл Джексон, по-моему. Совершенно верно. Как вы все помните? Ведь все меняется в этом возрасте. Там больше трех месяцев кумира не задерживается. По-прежнему? Сейчас он немножко перешел на мое творчество снова, что особенно приятно. Я за это время получил несколько музыкальных наград. Тогда была только одна. Он меня все подстрекал тем, что папа у Майкла сто, а у тебя всего одна. Сейчас уже мне есть чем похвастаться. Там две или три. Поэтому мне кажется, что дети растут с таким ощущением, что у них есть такой отец, который, во-первых, когда приезжает, проводит все свое время с ними. То есть я ни с чем не смешиваю. Два или три дня я только с детьми. А с другой стороны, они периодически видят меня по телевизору. Им это интересно посмотреть, как он поет. Папа, я видел, ты пел. Я хочу к тебе на концерт. Точно тогда они в привилегированном положении находятся. И в школе, и в своем окружении. Мы стараемся, как мой отец, по-моему, у вас на передаче сказал, во время их детства родители пытались скрыть отсутствие достатка. В детстве наших детей мы стараемся скрыть, может быть, присутствие какого-то достатка. Думаю, это очень непростая задача. Мы стараемся. В данном конкретном случае. Я не помню точно, в каком интервью. По-моему, это было осенью 2013 года. Радио Маяк приходили тогда на музыкальный квест. И меня там очень удивило одно ваше замечание. Ведущие вас спрашивали насчет гипотетического дуэта с Шаде. И вы сказали, что в дуэтах всегда должны быть партнеры... Равные весовой категории. Да, да. Я до сих пор в это верю. Почему? А чем вообще определяется... Вот, допустим, конкретный пример. Мы будем Шаде Агаларов. В чем определяется вообще? Я очень просто объясню. Так. Вот как вы думаете, может ли Шаде... Я, например, очень хотел бы такой дуэт. Да. Вот чисто в музыкальном плане. А хотела бы его Шаде? Вот вы представляете, Шаде... Если бы она вас увидела, думаю, что да. Я очень сомневаюсь. Я не думаю, что она проснулась бы и подумала, ты знаешь, как я хочу записать дуэт с Эмином. Проснулась бы, нет. Но чисто теоретически, учитывая там среду вашего обитания, вы же можете оказаться там на каком-то рауте вместе или на какой-то вечеринке. Ну, то есть это... Это все возможно. Вот, допустим, печень как бы не светит, да? Оказаться дома у Шаде. Да. Вот. А вы же можете... Мне на самом деле кажется, что ведь масштаб, он же определяется не только набором премий, не только количеством октав, но еще и... Ну, как бы вот... Ну, есть же особь, да? Я считаю, что успех музыкальный определяется в моем понимании. Исключительно количеством людей, желающих попасть на твои концерты. И не важно, где они. А вы считаете, что количество людей зависит исключительно от репертуара, от количества хитов, от масштаба продвижения? Ну, это такая совокупная штука, которая, наверное, определяется тем, насколько музыкальный продукт, если вот так можно сказать, соединился со своей аудиторией. Так. Вы... Я понимаю мысль, вы правы о том, что если записать дуэт там с Дженнифер Лопес, естественно, наверное, даже если песня будет полная фигня, аудитория может увеличиться. Но это не твоя аудитория, это все равно будет ее аудитория, которая тебя увидит и на следующий день о тебе забудет. Поэтому я как бы не верю вот в дуэты с большими артистами. Они не несут, во-первых, никакой честности. То есть, наверное, в моем случае это будет выглядеть как, ну, купил, заплатил, договорился. Кстати, да. Учитывая, да, учитывая, что семья, в общем, такая состоятельная. Поэтому я предпочитаю... Вот все мои дуэты... То есть, вы держите это в голове, что могу так подумать, да? Ну да, но я не делаю это не из-за этого. Просто внутренне мне не было бы комфортно стоять с огромной звездой и петь дуэт, потому что я не считаю, что я как бы в той же весовой категории. Угу. Ну вот это есть один подход. Я просто тогда, помню, после этого интервью, рассуждал со своей коллегой, работающей на этом канале. И он сказал, ну, Эмин, он такой классный, он такой красивый. Вообще, она должна мечтать вообще, что... Это было давно, все поменялось. Это было много лет назад. Я думаю, что за эти полтора года особо не поменялось, учитывая, что если только поменялся у вас гардероб... Немножко, да. Я раньше к вам в костюме ходил. Да, мне очень, кстати, нравится. Про часы мы говорили. А вот что у вас на шее? Это что? На шее какие-то вот такие. Мне нравятся, я покупаю какие-то. Это не те плюшки у меня. Это не подарки, да? Это нет. Иногда будут подарки. Сестра мне может подарить. Угу. Ничего не значит. А что вы Шелиде дарите? Она вам, я понял, что может подарить. Шелиде я редко что-то дарю, потому что ей трудно подарить. И когда я с мамой советуюсь, что ей лучше подарить. Она говорит, подари лучше ей. Деньги пусть она сама себе выбирает. Я говорю, у нее есть. Как это неромантично. Абсолютно. Давайте вернемся к Туру. Значит, вот маршрут, он начинается с юга России, а не запада. Почему? Это имеет идеологически какое-то значение или нет? Или просто так сложилось? Просто Тур по России это же не то, что вот я захотел и поехал. То есть мы ориентируемся на те предложения, которые поступают. Корпоратива я пока не работаю. Работаю. Я знаю много желающих, которые хотели бы выписаться. Предложения действительно поступают. Я работаю в билетные кассовые концерты, которые организовывают прокатчики. Прокатчики по регионам делают разные предложения. Насколько они оценивают мою артистическую деятельность, сколько они могут на ней заработать. Поэтому, когда предложения срастаются с моими пожеланиями, где выполняется технический райдер, и мы едем в те залы, в которых мы видим свой концерт, то вот все срастается. То есть вот такое предложение поступило непосредственно от прокатчиков по пяти городам. Мы его приняли, это пять дней и как бы пять концертов, и я надеюсь все пройдет успешно. И дальше мы добавим даты с другими прокатчиками по всей России. А у вас райдер такой достаточно стандартный, ничего экзотического нет? Да, он технически может быть не самый простой, потому что все-таки весь живой звук мы используем. У нас там восемь или девять музыкантов, включая меня. А вы уверены, что потребитель ценит вот живой звук? Не уверен, но я его ценю очень. И мне было бы не интересно ехать в какой-то город, неважно в какой стране, и выступать не с живым звуком, потому что я делаю это исключительно ради какого-то драйва, удовольствия и живой музыки. Поэтому и не ради заработка. Хорошо. Прежде чем мы к финалу перейдем, вы помните, у нас помимо кошек есть традиции. Вопросы. Мне просто достались очень такие. Я обещал честно отвечать. Когда вы после раз изменяли жене, там такие вопросы были. Про жену там, кстати, не было. Там было насчет партнера, поэтому там партнера... Изменяли партнера. Какому? Все сразу выходят на бизнес-партнеров и в этом смысле выруливают. Я такой вопрос хотел бы задать. Вспомнить начало разговора про Kmart. Вы когда работали, там с кем-нибудь дружили? Я вообще с другом туда пошел работать, с одноклассником. Который сейчас, вот спустя прошло 20 лет, со мной работает. А, вот так вот, да? Думаю, что так. Значит, ну вы помните, да? Вы должны выбрать фишку и... Один вопрос будет. Да, сегодня один, да. Садитесь. Так, и такого же цвета стало быть. Мы можем, знаете, что делать? Красную просто исключить сразу. Почему? А потому что нет, но там вот эти все эти вопросы... Ну что, сразу же давайте, будем честны друг с другом, Евгений. Он отважный, подумал я. Красная. И удача. Потому что красная, да. Так, значит, ну любую красную. Ну вот они красные, да. Ассортименте. Занимались ли вы сексом вне дома? И где? Спасибо. Я вам предложил отказаться от красной. Занимался. Где? Не буду говорить. Мы не будем говорить, где именно Галара занимался сексом. Потому что мы сказали, где он будет выступать. У вас серьезная передача. Ну что вы говорите? У нас кошка. Как у нас может быть серьезная передача? Вы рассказали, где он будет выступать. А в Москве-то, я так понимаю, концертов не будет, да, в рамках... В декабре? 11 декабря. До декабря. До декабря ждите. Крокус сити-хо. Естественно. Спасибо. Спасибо вам.